А теперь о предпринимательстве малом. Два года назад Ахиед Шерхов из Заюкова начал разводить кроликов. Сейчас поголовье выросло в десятки раз. Останавливаться на достигнутом фермер не собирается. Формула успешного бизнеса на селе вместе с героем сюжета выводила наш корреспондент Инна Богатырева. И вторые сутки. Что комочки в руках хозяина фермы Ахиеда Шерхова – ничто иное, как кролики, с первого взгляда определит не каждый любитель диетического мяса. Республика – это одно из самых крупных кроличьих хозяйств. Здесь сегодня насчитывается 1200 особей. Но эта цифра не постоянная. Их количество растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Начинал фермер с 50 отборных кроликов, привезенных из Новороссийской и Германии. Переплатил, признается Шерхов. Но сожалеть об этом не пришлось. На ферме, не считая молодняка, за два года только маточное поголовье увеличилось в шесть раз. Когда люди жалуются и говорят, что им делать нечего, что у них нет работы, да, я вообще это не могу понять, особенно в сеге. Если вообще нечего делать, с коси сена продай, одну копну сена ты получишь 3-4-5 тысячи. Пять копин продал, 20 тысяч, за 20 тысяч можно купить такие 20 гусени, 20 холиков и чай, и начинать надо с чего-то. Точного количества крольчат Ахиед не знает, говорит, отследить практически невозможно. Хотя все важные события на ферме фиксируют на специальных табличках. Корм первое время приходилось закупать в Ставрополье. Теперь за пропитанием питомцев далеко ездить не нужно. В Чиеме один парень наладил производство гранулировых кормов. И мы с ним работаем. Я точно знаю, что он никаких химических или других добавок, которые способны навредить человеку, туда не добавляет. Потому что если он так будет делать, я его в кармане возьму. Вот эта крольчиха калифорнийской породы за 10 месяцев приплод дала уже шесть раз. Это около 60 штук с сентября прошлого года. Последний совсем недавно. Они 29 июня родились. Через пару месяцев их пересадят в отдельные клетки. В половину сформируют будущее маточное поголовье. Тех, кто тест не пройдут, отправят на продажу. Выручка пойдет на развитие дела. Ахиед уже нацелился на расширение. Составить свой бизнес-проект фермеру еще только предстоит. Местные власти готовы помочь со специалистом и включить в федеральную программу по субсидированию начинающих фермеров. Для села это только плюс, уверены местные власти. Налоги будут отчислять, конечно. И если создать еще рабочие места, это же для села хорошо. Грантовые федеральные программы на развитие животноводства, кролиководства, овцеводства. Сейчас вот такие федеральные программы работают. То есть, Министерство сельского хозяйства. Постараемся помочь ему. Помещения для будущего потомства уже готовы. И если дело выгорит, Ахиед намерен развивать и сопутствующие отрасли. Производство кормов и обработку кроличьих шкурок. Инна Богатырева, Игорь Мигулин. Вести. Кабардино-Балкария.